Я заканчивал наш местный университет, тот город, откуда я приехал, город Краснодар называется. Закончив университет, прослушав общий курс по этологии, потом я поступил в аспирантуру в институт, и здесь мэтром моим научным университетом был Сергей Санчаров-Тюков. Я не помню ни одной беседы, которую мы с ним вели по поводу того, как нужно проводить полевые исследования. Скажем, было такое, я привозил с поля, например, гербарий, или фотографии растений, образцы. Мы садились с ним и определяли, что это за вид, то есть, да, как его использовать, вот где он произрастает. Латинское название выверяли по справочникам, но никогда не было такого, чтобы Сергей Санчарович сказал, вот, Игорь, ты, пожалуйста, делай так, скажем, там, работай с вопросником или там как-то по-другому. То есть, здесь совершенно стихийное самообучение происходило. В общем курсе основы этнографии нам рассказывали, да, очень таким тяжелым языком, рисовали схемки, что вот там кучевые какие-то там способы, такие-сякие, но на практике это все, конечно, мне лично не пригодилось. И вот я очень хорошо помню первый свой выезд в поле. Это произошло, если говорить о сезоне, примерно в такое же время, как сейчас, то есть конец мая, 1983 год. Это был всего лишь двухдневный небольшой визит в один из хуторов, расположенных на Большом Кавказском хребте, там даже света не было. Это Краснодарский край, кстати. Это то место, где Олимпиада будет проходить совсем скоро. Возле Сочи, в горах, есть тоже несколько армянских поселений, в которых нет света. Не знаю, сейчас, может быть, уже проведут, но тогда не было. И до последнего времени не было. И вот, значит, в один из таких хуторов мы приехали. Кто мы? Наш преподаватель по этнографии, который там в Кубанском государственном университете работал, Николай Иванович Бондарь, очень интересная фигура, о ней тоже немножко нужно сказать. Потом был чиновник, который занимается культурой, и, в общем, его задача была сформировать программу для фольклорных выступлений. Он не только к моим обшинским армянам заезжал, к другим, но и в том числе, значит, с нами был. И человек с телевидения приезжал. Он специальную программу вел по культуре, по-моему, называлась она таким совершенно советским названием «Культура сближает народы», может быть. И вот такая вот компания. Приехали мы в этот хутор, конечно, я сразу поник, то есть нет ничего, ни света, нет ничего, да. А потом еще Николай Иванович Бондарь, тот самый мой преподаватель, он все время хотел подчеркнуть, что он вообще большой мэтр. Ну, надо сказать, что у него биография полевика интересная, весомая. Он учился в Санкт-Петербурге у ИЦА, ездил и в студенческие годы много, ну и сейчас, конечно, продолжает. Ну, казаковед, то есть основной наш специалист по казакам. То есть амшенские армяне, другие народы Кавказа, которые там у нас проживают, для него это вообще совершенно белое место, да, но, тем не менее, вот, значит, навыки, как записывать, как там вопрос составлять у него были. И вот, значит, я помню, что начало все делать застолье, то есть нас так хорошо покормили и напоили, мы очень поздно легли, а потом мне хотелось поспать, а я встаю, ну, скажем, в 8 часов утра, а Николая Ивановича уже нет. Для чего-то он встал в 6 часов, я думаю, что еще раз подчеркнуть, показать. И мы ждем его, проходит час-два, Николая Ивановича нет, надо вроде бы уже идти беседовать с бабушками, и вдруг Николай Иванович выходит из лесу. То есть этот хутор, он действительно на самом хребте находился, но вокруг него были леса. И вот, значит, Николай Иванович пошел в леса, там для чего-то там собирал грибы какие-то, там еще шишки принес какие-то. Дальше мы с ним заходим в одну семью, и Николай Иванович открывает свой дневник, книжечку, и начинает зачитывать оттуда вопросы. Все они касались мифологии. Его интересовало, вот почему, значит, на луне пятна, почему там то, почему все. И бабушки бедные, значит, мучая, вспоминая, там что-то ему отвечали, и вот таким образом у нас беседа шла. Но я тоже смотрю, Николай Иванович это делает, думаю, я тоже буду записывать. Записывал, потом зарисовал пару орнаментов тоже на тему солярных культов, там увидел у них, это называется по-орменски ханоцит, то есть маслобойка такая большая, меня заинтересовало очень сильно, я зарисовал ее и зарисовал, там были такие очень обычные вообще-то, по всему Кавказу встречающиеся орнаменты, очень примитивные. Ну, у меня в Титаночке все это есть. И дальше я записал несколько слов, но еще тогда армянских буквок я не знал, латинскими буквами. Вот первый опыт. Прошло совсем немного времени, и уже дальше с другим молодым исследователем, он в принципе может гордиться более серьезной школой научной, он вообще закончил Удмонский государственный университет в свое время, общался и с Пименовым, там с другими этнографами. Ну, в общем, я у него учился тоже. И вот мы с ним приехали в этот Терзиан, так назывался хутор, и провели там первый раз долго, то есть уже там, скажем, несколько часов, не один-два дня, а около месяца, ну, там, три чем-то недели. Как мы работали с людьми? Мы бродили по, значит, этому населенному пункту, а населенный пункт этот очень маленький, там до сих пор по последней переписи проживает 278 человек, то есть совсем мало, да? И вот мы, значит, обходили все, утром рано вставали, обходили все дворы и расспрашивали. У нас был вопросник, вопросник мы тут же составляли, тут же корректировали и использовали, мы для составления этого вопроса, народы Кавказа, том-2. И просматривая эти свои полевые дневники, я вижу, что народы Кавказа, том-2, там очень хорошо ощущаются. В чем? Ну, во-первых, интересовала нас тогда исключительно формальная этнография. То есть нас интересовали типы жилища, значит, какая традиционная одежда, как свадебный ритуал протекал. В общем, то, что нами же, этнографами, экзотизируется, попадает обычно в учебники, в книжки, да? Но реального поведения, жизни людей, вот то, что отличает, скажем, этот социум от всех других, это вот как сквозь партию ушло, мы даже этого и не заметили. И, значит, в чем еще влиять тень народа Кавказа, том-2, ощущалось в моих полевых записях, в том, что мне вот, когда я устанавливал эти всякие типы, да, мне очень хотелось это все вписать уже в существующую канву. И, например, там я увидел, что у этих амшенских армян, моих, значит, вроде бы существовали Гердостаны. Потом, на следующий раз, когда я приехал, я понял, что никогда в жизни у них такого типа социальной организации не было. Но в книжке было написано, и я это нашел. Потом, значит, я нашел, что вот раньше, не сейчас, а раньше, скажем, в 19 веке, у них был, значит, очень интересный тип жилища. Хазарошенг, армяноведы, которые сейчас нас смотрят, они прекрасно знают, о чем речь. Галхатун или Хазарошенг, это классическое жилище для высокой Армении, для Барцергаика. Конечно, никогда у амшенских армян у него не было. Но мне почему-то показалось, когда люди описывали, что как-то что-то я даже нарисовал. Похоже? Да, похоже, похоже. Вот с такой информацией я приехал домой. Ну, дальше, как, так сказать, эволюция ошибок привела к тому, что в середине 90-х годов наступил вот мой личный кризис в поле. То есть я почувствовал, что так нельзя. Скажу просто, что, в принципе, и кандидатская диссертация моя, и первая книга, они вот были написаны все-таки еще в этом духе. Там было очень много институтов, очень много типов, очень много схем, иллюстраций, но очень мало реальной жизни. Первый раз почувствовал я, что что-то не то, кажется, это был 94-й год, когда мы уже выехали за пределы нашего региона, северо-западного Кавказа. Ну, тут, наверное, надо все-таки пояснить один момент. Мы можем фотографии посмотреть, как раз, которые проиллюстрируют то, что я сейчас скажу. Северо-западный Кавказ, то есть Краснодарский край и Адыгея, ну, еще можно, так сказать, и Абхазию включить в этот регион, хотя это, конечно, уже Южный Кавказ. Это регион, который очень долгое время был, скорее, местом для проведения полевых исследований извне, нежели местом, где сложилась своя, ну, там, может быть, она напоминала советскую школу, может быть, чем-то она была оригинальной, своя этнография. Ну, вот, смотрите, как забавно получалось. Северо-западный Кавказ, конечно, отличается от других районов, чем? Во-первых, он очень полиэтничный, то есть, если мы посмотрим на этнографические карты, то, скажем, степень мозаичности населения, она будет усиливаться с востока на запад и одновременно степень доля русского населения будет тоже усиливаться с востока на запад. Вот специфика, да? То есть, это район, где сохранилось коренное население, которое было до русской колонизации Адыгея. Но это район, куда приехало в период русской колонизации огромное количество представителей разных этнических групп отовсюду. То есть, есть целые анклавы, группы по несколько деревень, по несколько сел, вот таких, как Терзиан, которые населялись, основывались и там до сих пор проживают амшинскими армянами, выходцами из, с южного берега Черного моря. Это совершенно особый этнографический район. Он очень сильно отличается от восточной Армении. Ну, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но это совершенно особая группа. Их больше, кроме как на северо-западном Кавказе, и нет нигде. То есть, в Армении, так, совсем чуть-чуть, ну, в Абхазии, по-моему, еще. Но я говорю, Абхазия в ряде моментов, она, конечно, близка географически к северо-западному Кавказу. Также проживают здесь греки в значительном количестве, но и, например, колонисты из Восточной Европы, из Западной Европы. Скажем, немецких поселений достаточно много, чешских поселений достаточно много. То есть, вот такой регион. В общем, можно встретить все. Конечно, скажем, в Кабардино-Балкарии этого меньше. Есть, и немецкие колонии там тоже были, но совсем не так, как на северо-западном Кавказе. Вот его специфика. И при этом, скажем, несколько поколений ученых не замечали ничего этого. То есть, этнография, вообще-то, рано достаточно, как, может быть, самостоятельная наука определилась, на северо-западном Кавказе еще в 20-е годы, вот, даже была кафедра соответствующая тогда в том университете. Но это с чем было связано? Это была гражданская война, и очень много заезжих профессоров какое-то время там оставались. Достаточно известные люди проработали в Кубанском университете. Например, был такой Алексей Николаевич Гориен. Это известный для своего времени Кавказовед. Он очень много опубликовал текстов в сборнике материалов для описания местностей и кремян Кавказа. В дальнейшем, после Кубанского университета, он уехал и в Пельми работал. Вот таких фигур я бы десяток, наверное, назвал. Вместе с тем, дальше, так сказать, репрессии сталинские приводят к тому, что не только, скажем, кафедра эта исчезает, университет исчезает, на долгое время его закрывают, и люди перестали интересоваться этнографией. И возврат к этнографической проблематике восстанавливается в нашем университете, пожалуй, только в конце 60-х годов. 1968-69, когда заново основывается кафедра, появляются первые этнографы. Но это все на уровне любого другого провинциального университета, где читается просто общий курс, и в лучшем случае там, скажем, ведется еще кружок для тех, кто интересуется этнографией. И все, никаких специальных, никаких семинаров по этой проблематике не было. Вот ситуация. И поэтому все это время к нам приезжают очень яркие этнографы, очень яркие кавказоведы. Ну, среди них, например, Симон Джанаш, он проводит полевые исследования под Краснодаром. Из Армении приезжают, скажем, Женя Хачетриан была у нас в экспедиции. Из Московского института приезжает, Волкова работала, несколько раз приезжала, понимаете? То есть, вот этот вот процесс идет, да, то есть, мы служим полем для внешнего наблюдателя. Но сами не интересуемся и не занимаемся этим. То есть, в принципе, может быть, я один из тех первых, кто и начал обращать внимание на местные, так сказать, кавказские группы. И, значит, в 80-е годы уже мы приступаем к изучению этих культур. Два слова хотел бы я сказать об одном ярком краснодарце, судьба которого, вот она, может быть, лучшей иллюстрацией служит для тех процессов, которые происходили, которые я сейчас очень коротко так описал. Это Леонид Иванович Лавров. Он родился в Пашковке. Ну, Пашковская станица, раньше, конечно, это был другой населенный пункт, но сейчас это вообще город, городская черта. Там он похоронен. И вот смотрите, как интересно. Это яркий кавказовет, да, мы все прекрасно знаем. Институт этнографии многим обязан этому человеку, да, то есть, он возглавлял сектор Кавказа. Он приезжал с экспедициями к нам, тем не менее, у него не было ни одного ученика никогда среди местных этнографов. Он никак не контактировал с ними, он никогда не выступал ни с какими лекциями. Вот чтобы вы почувствовали разницу. Сергей Александрович Рутюнов приезжал и выступал с лекциями, я думаю, раз в пять. Понимаете? Лавров никогда. Да? Вот какая интересная ситуация тогда была. Ну, еще раз говорю, что все меняется в 70-80-е годы. Да, про личный кризис, который в середине 90-х годов я сам ощутил. Впервые мы выехали с большой экспедицией за пределы Северо-Западного Кавказа. Это была экспедиция, где участвовало три исследовательских центра. Ярусалимский университет, Санкт-Петербургский университет и Кубанский университет. Основная цель этой экспедиции было изучение горских евреев. Мы побывали во всех населенных пунктах, где они проживают в Азербайджане и в Дагестане. Я лично, например, побывал во всех стенокругах горских евреев. Впервые, по-моему, в селе Варташен, сейчас называется это село Огус в современном Азербайджане. Название Органское потому, что эта деревня была населена армянами, действительно армянами, иудинами. Но в настоящее время подавляющее большинство составляют азербайджанцы этого населенного пункта. И еще там были поселены носитинские турки. То есть есть несколько семей иудин и есть несколько семей горских евреев. И вот, значит, первое в нашем маршруте вот такое вот место, это было село Варташен. И вот мы сидим с моим приятелем за столом в летней кухне в селе Варташен, в доме одного из горских евреев, с моим приятелем Леонидом Дреером. И вот, значит, у нас там дневники, мы что-то пытаемся фиксировать. И с чем мы столкнулись? Коммуникацию выстроить так, как, скажем, не удавалось у нас на северо-западном Кавказе, просто невозможно. То есть этот человек, в дом которого мы пришли, он пытается ответить на наши вопросы. Тут же прибегает его жена, она что-то там говорит. Дальше людям интересно, приходят соседи, потом какие-то дети у этих соседей. И вот буквально за 15 минут вокруг нашего стола, я думаю, человек 25 выстроилось, и они все голодят. Они все говорят вместе, хором. То есть записать, даже просто технически записать и задать вопрос было невозможно. То есть я увидел, что отношения вообще должны быть устраиваться совершенно по-другому с людьми. Вопрос, очень интересный вопрос. Мы задумываемся над этим на семинарских занятиях со студентами у нас. В чем проблема? В чем дело? Почему у ассирийцев, у курдов, у месхетинских турок, у амшенских армян, у понтийских греков в Краснодарском крае, в Абхазии все получается? То есть мы садимся, дальше значит наш информант тоже по другую сторону стола сидит. Мы задаем вопрос, этот человек отвечает, никто не перебивает. Почему здесь ничего не получается? Еще один момент, который нам бросился в глаза. Вот понимаете, скажем, все беседы, все встречи с информантами там, они заканчивались чем? Мы задаем вопрос, мы конечно провоцируем ответ, безусловно. Человек хочет уважить этнографа, да, а потом, что такое этнограф, кстати, это хорошая тема. Даже если мы посмотрим, как вот классики, так сказать, нашей науки, как они представлялись местным населением, нейтивс, да, то увидим, что Буаса, значит, на Баффиновой земле, его приняли за доктора, эскимосы, там, скажем, кого-то еще там, за, может быть, правительственного агента. Нас принимали за журналистов. И другой момент, то, что, понимаете, очень много сведений, которые мы получали, получили тогда в Арташине, казалось эфемерным, казалось каким-то таким, ну, знаете, сомнением мы очень относились к этой информации впервые. То есть раньше я спрашивал у бабушки что-нибудь про мифологию, как Николай Иванович Бондарь меня учил, вот, и она мне отвечала, да, я это записывал. А сейчас, понимаете, могло быть такое. Ну, скажем, это произошло не в Арташине, соседнее Удинское село, называется оно Нидж. Вот фотография, одна из тех фотографий, которые я вам хочу показать, она как раз иллюстрирует этот момент. Вот, там у нас такая ситуация была, значит, мы должны были пройти по селу, а село огромное. Нидж, вообще, на Кавказе, я думаю, таких больше мест нет. Когда подъезжаешь к Ниджу, то бросается в глаза следующая черта. То есть это такой унылый, достаточно ландшафт, равнинный, без леса. Горы, дагестанские горы, это где-то вдалеке, но они очень красивые. И вдруг лес на горизонте. Вот это не лес, это село Ниджа. То есть село утопает в естественных и в культивированных, искусственно выращенных ореховых садах, фундуках. Это главная культура, которую они выращивают. И усадьбы там могут располагаться друг от друга на дистанции 2-3 километра. У нас был случай, когда нам нужно было срочно позвонить в районы центра, и вот мы пешком шли 3 километра, и, значит, к соседу и там набрали телефон. То есть вот такой нидж. И вот мы ходим по этой деревне в поисках фиксации, такое задание у нас было, в поисках фиксации всех святых мест. То есть деревьев, камней каких-то, развалин древних храмов, каких-то могильных, может быть, надгробий. Ходим, ходим и фиксируем на карту. И вдруг мы подходим к одному из таких мест, и проходит человек. Мы спрашиваем его, а это как называется? Удины называют все свои священные места словом «оджах». Как на дурном параметре. Он говорит, этот «оджах» такой-то. Ну, хорошо, я написал название. А он говорит, это я его принес. Мы тогда впервые подумали, что ага, так это значит, что они эту культуру создают вот тут, на наших глазах, понимаете? То есть, действительно, он, скажем, может быть, вчера или позавчера это священное место новое сделает. И все время количество этих мест увеличивается. Вот, вот такого очень много в культуре, значит, населения, с которым мы столкнулись тогда в Азербайджане. Ну, в чем дело? Как это объяснить? На мой взгляд, в 80-е годы, когда мы работали в поле на Северо-Западном Кавказе, это были годы относительно спокойные, в том смысле, что национализм еще не сыграл такой роли в общении этнических групп между собой. Я думаю, что если бы мы сейчас, если бы какой-то другой исследователь, не я, приехал в Каншенский Мурмена, в Канзанский край, он увидел бы то же самое, что я увидел в Азербайджане в середине 90-х годов. То есть, люди конструировали свое славное прошлое на ходу. Создавалась история, создавалась культура вот-вот сейчас, понимаете? Это очень интересно. То есть, видите, как совпало все. Мы столкнулись с новым для этнографов процессом. Нужно было его осмыслить. Ну и, конечно, язык тоже очень большую роль сыграл в этом деле. Я, наверное, немножко расскажу о том, как, так сказать, эту проблему мы решали. Меня никто не учил, но я понимал сам, что без изучения местного диалекта, без изучения языка, ну, в данном случае, амшенских армян, невозможно ничего в поле добиться. Хотя, это в определенном смысле была игра. Ведь они прекрасно разговаривали по-русски точно так же, как и я. Это люди, которые прожили в этих местах свыше 100 лет. То есть, мы понимали вообще мельчайшие нюансы контекста общего. Зачем? Ну, поскольку у меня мозги были нацелены на изучение мифологии, текстов, то мне, конечно, нужны были диалектные слова, но они мне помогли в другом. Теснее устанавливалась коммуникация. Вот. И в этом месте я хотел бы немножко чуть расширить, так сказать, проблематику использования языка в полевой работе этнографа. Я считаю, что это очень большой недостаток нашей этнографии, что мы недооцениваем этот момент. Все-таки, если сравнивать, скажем, российского этнографа, кавказоведа, не важно, может быть, не только кавказоведа, с американским средним этнографом, андропологом, это отличие бросается в глаза. То есть, вот как Боас, скажем, в 19 веке, в конце 19 века учил, так, в принципе, современные американские этнографы и до сих пор следуют этим, так сказать, заветам. То есть, изучение языка, изучаемой культуры просто обязательно. Просто обязательно. Скажем, у меня был один знакомый, и у нас очень хорошо получилось. Я мог наблюдать за ним, а он мог наблюдать за мной. Он изучал ассирийцев, он был в начале 90-х годов в Казанском крае, и мы вместе с ним ездили, и я смотрел, как он, значит, пытается наладить с ними коммуникацию. Он почти не владел русским языком, но он знал местный ульмийский диалект ассирийского, который выучил там, и он тяжело это... Они смеялись над ним. Почему? Потому что им легче было по-русски говорить. Они очень много в диалектной речи употребляли слов русских, но, тем не менее, они отвечали на вопросы и пытались говорить по-сирийски. И дальше мы поехали с ним, значит, там в Америке посетили несколько индейских резерваций, и опять та же история. То есть я вижу, что это для них непреложная норма, это обязательно. И вот интересная штука еще. В принципе, если мы открываем другого классика, ну, например, Бронислава Балиновского, да, «Арганавты западной части Тихого океана». Мы там про язык тоже встретим, у него есть там фрагмент, где он говорит о том, что это обязательно. Но все равно степень энтузиазма, степень фанатизма, с которой относятся американские антропологи к этому пункту, и британские совершенно различны. И когда это очень хорошо проявилось? В Чикагском университете долгое время возглавлял кафедру Цепи, классик американской антропологии. Потом он ушел в Ель, а его место заместил Реклиф Браун. И вот забавная штука. Очень многие начинания с Эпира, Сэпир точно так же, как Буас, ездил в поле, собирал здоровенные талмуды текстов, то есть он записывал все это, да, как Олден Мейсон, то, что он до этого рассказывал. Реклиф Брауну показалось это все излишне. То есть да, конечно, язык надо знать, да, конечно, общаться надо, но так усердно фиксировать все это, как американцы. В общем, он посчитал, что это трата денег пустая. И он написал об этом. И многие программы лингвистические были закрыты во время, пока Реклиф Браун там был. То есть вот этот пример, он очень хорошо показывает, что мы все декларируем, что да, надо изучать. Но тем не менее, все равно в каждой из ситуаций это происходит по-своему. И вот, к сожалению, среди кавказоведов такой грех ведется. Я не говорю сейчас о тех людях, о выходцах из этих культур, которые описывают свою культуру. Таких, безусловно, много, да, но это совсем особый разговор. Я бы, наверное, лучше бы назвал их «Нейтифанфропавлович». Но о тех людях, которые получили образование, скажем, в институте технологии, или там, как я, в каком-то из университетов, и потом едут в поле, не принадлежа к этой культуре, очень часто это является проблемой. То есть в лучшем случае, каких-то несколько слов, «Боррельдзэс», да, и что-то еще, но, конечно, не настолько они уделяют этому внимание, как заданные другие люди. Но это одна из проблем, есть и другие. Разница в том, что эти люди не знают язык. То, что они продолжают, как народы Кавказа, том-2, изучать типы социальной организации, типы жилища, типы там чего-то еще, понимаете, но, скажем, никому в голову не приходит. А на каких вообще механизмах это вот сообщество, основу, как оно существует здесь, как этот хутор Тельзиан на этом Кавказском, большом Кавказском хребте продолжает существовать 200 с чем-то лет, чем они занимаются, как выстраиваются социальные сети, сети. Вот это все, вот это все почти никогда не исследуется. Понимаете, вот это большая беда. Почти никогда не исследуется российскими коллегами. Нет, но еще можно один сюжет поднять, тоже хорошая иллюстрация по службе. На самом деле неправда. Есть, конечно, такие ученые, но они просто не этнографы, они социологи, которые вот этим всем делом занимаются. Есть такая группа исследователей, работают они в независимом центре социологических исследований, я имею в виду Виктора Воронкова и его команду. Вот это очень интересные исследователи, несколько раз мне посчастливилось с ними работать вместе. В частности, мы вместе, например, сотрудничали, когда занимались большим проектом, посвященным месхетинским туркам. Вообще, один из инициаторов этого проекта как раз был Виктор Воронков, а я тогда был координатором российской команды. Проект был интернациональный, то есть и турецкие ученые входили, и американские, в общем, все места, где турки-месхетинцы проживают, были подключены. И вот, что я увидел. Например, Виктор раздал всем полевикам, тем людям, которые должны работать в поле, такие методические указания, как это все делать. И вот там очень много правильного было, очень много, очень интересного мы разбирали со своими эспирантами, со снитами, мы все это, этот текст мы смотрели, но там первый раз, что меня очень сильно удивило, был целый пункт такой, а как выходить из поля, то есть, например, раздел третий, условно говоря, как входить в поле социологу, молодому социологу, а там раздел пятый, допустим, а как выходить из поля. И там, значит, Виктор пишет, что, ну, конечно, здорово, что вы становитесь частью этого общества, что вы так хорошо включаетесь, что вы обрастаетесь социальными связями, что вы уже видите какие-то такие горизонты, которые обычные исследователи не видят, но дальше вы возвращаетесь в свой кабинет, понимаете, и вам нужно потихоньку-потихоньку от этих социальных связей отказываться. Я, конечно, утрирую, но смысл этого пункта был, в общем-то, такой. Вот здесь я тогда, может быть, у меня, ну, уже сложившегося такого рецепта не было, но я интуитивно почувствовал, что здесь какой-то подвох вообще есть. И начал, опять же, так сказать, на себя переносить, значит, вот эту ситуацию там на каких-то коллег, о которых знал, ну, вот на западных, о которых мы упоминали, говорили. И, понимаете, мне кажется, это вот еще одна из разительных, отличительных черт. Я думаю, почему так социологи, наши, так сказать, коллеги, почему они относятся с подозрением к включенности этнографа или социолога в культуру, изучаемую культуру, потому что для них качественный метод очень новый. То есть, они, скажем, по 16 лет, как, например, там, Наполеон Шепман, да, среди яноманных, не жили, понимаете? Или, как Алла Ервандовна, съездила в Карабах, а потом к ней еще 10 лет приезжали оттуда информанты в Москву, она им помогала делать то, делать все, понимаете? То есть, вот это вот очень большое отличие, да? Ну, в данном случае тут уже надо не о всей российской науке говорить, тут уже я противопоставляю, получается, этнографический взгляд на эту тему социологическому, но вот в данном случае надо говорить о чем? О том, что этнограф, нормальный человеческий этнограф, он понимает, что он становится частью этой культуры в какой-то степени, что он становится обязательно адвокатом этой культуры, понимаете? Ну, конечно, есть люди, которые рьяно за это берутся, вообще перестают заниматься академической деятельностью, только вот и ходят по митингам, есть, это, кстати, еще от ситуации зависит. Одно дело, скажем, изучать амшенских армян, как я делал, совсем другое дело, скажем, ездить к месхитинским туркам, как, например, Саша Осипов делал, многие из вас знают его, да, и ездить к ним в какой момент? Когда их, значит, когда погромы происходят в Ферганской долине, понимаете? То есть, тут уже, наверное, тяжело остаться, так сказать, в оболочке академической. И Саша постепенно, постепенно революционировал, я думаю, от этнографии правозащитной деятельности. Таких этнографов я знаю много, в частности, на Западе таких много людей. Так вот, вот это вот кардинальное различие еще, понимаете? То есть, уже выстраивается какая-то картина из этого сундура и всего. То есть, во-первых, значит, первой ошибкой, наверное, является, что мы не уделяем внимание языку. Вторая ошибка. Мы очень много уделяем, наоборот, внимания формальным сторонам этнографии, которые бросаются сразу в глаза, но они не отражают сути, они не показывают нам поведение этих людей. Третий момент. Мы все равно часто, ну, как-то не хотим породниться с этими, с изучаемыми, так сказать, народами и культурами. Мне кажется, это неправильно. И есть еще один момент. Это уже частность, но они тоже можно это сказать. Вот когда впервые мы приехали в Терезьян, помните, я рассказал о том, что вопросы мы составляли по книжке «Народы Кавказа. Том-2». Дальше я изучался, так сказать, уже в этом направлении и уже немножко армянский язык стал изучать и вызвал из государственной библиотеки в Армении вопросник Лисицианов, по которому несколько поколений армянских работали, перевел его, выбрал там какие-то свои, которыми подходят вопросники и вот чесал по этому самому «Ноуценкверис», как в британской ассоциации содействия социальным наукам, ну, до 90-х годов. Понимаете? То есть, это работа по вопросникам. Можно ли назвать это включенное наблюдение? С очень большим сомнением, да? Конечно, я жил там, конечно, скажем, не двухдневные это визиты были, как первые, да? Ну, это могло быть, скажем, несколько месяцев, но был такой период, это был 89-й год, когда я посчитал, я выехал в Тельзиан 11 раз за два месяца. То есть, можно сказать, что я там пишу, да? Вот. Но, все равно, ведь, куда эта информация, которую я наблюдал, пошла? Она осталась в дневнике, ее нет в работе, да? А на чем основана работа? На ответах на те вопросы, которые я задавал был вопросникам. И вот, получается, занятый круг. Одна американская исследовательница, Рейна Дармен, опубликовала исследование, в котором показала, что даже то, как мы спрашиваем людей, вообще надо, ну, вообще надо думать, как это, как поступать. Скажем, она привела пример исследовательницы, которая работала у одного из североамериканских народов, Blackfoot, и вот с какими трудностями эта исследовательница столкнулась. Скажем, она спрашивает, как мы, да? То есть, ну, просто вот она встречается с этим человеком, со своим информантом будущего и говорит, здравствуйте, да? How are you? И так далее. А у этой культуры не принято вообще задавать вопросы при встрече. Дальше. Она смотрела в глаза этим людям, а у этой культуры принято опускать и смотреть в сторону и так далее. И там, в этом исследовании пунктов 20 показано, которые отличают, резко отличают, в коммуникативном плане, просто даже в этом, поверхностном, да? нашу культуру, западную, да? Ну, в данном случае англосаксонскую, ну, и мы можем тоже привязать себя к ней. И, так сказать, с другой стороны, вот эту вот индийскую культуру Блэкфурт. Я думаю, что везде, в каждой ситуации будет своя специфика, везде будет очень много нюансов. Вот то, что я рассказал про Марташин и Нич, когда вокруг нашего стола сходилось по 25 человек, да? И они устраивали голодеж, это тоже входит в проблему коммуникации. То есть, следующей, следующей чертой является то, что мы слишком много спрашиваем. Надо гораздо меньше спрашивать и гораздо больше смотреть, да? Но, сказать, что это панацея, вот скажем, и в работах группы Виктора это нужно встретить, и у других молодых этнографов, которые сейчас работают. Да? Ключовое наблюдение. Единственный способ, ля-ля-ля-ля-ля. Почитайте Малиновского. Он совсем не так об этом пишет. Тот, кто придумал вообще этот подход. Тот автор этого метода. Он пишет о том, что научная схема, мыслительная карта, как он выражается, должна быть до поля. То есть, все равно ты должен понимать, что тебе нужно. Ты должен использовать источники не только такие, не только то, что ты наблюдаешь. Ну и, например, статистику, скажем, мы ходим в сельсовет, статистическую информацию. Вот Алла Иванова приезжает, первым делом, когда она приезжала к нам, мы что делали? Мы шли с ней в сельсовет, просили по хозяйственной книге, и она в свою тетрадочку все там записывает тщательно, сколько коров у этих людей, сколько там детей, сколько того, сколько сего. это тоже важная информация для изучения структуры семьи и так далее. Дальше, например, удивительно, интересный и совершенно, мне кажется, по крайней мере, кавказоведом не использующийся источник, это свадебные тетрадочки. Что это такое? Я думаю, те люди, которые имеют отношение к Кавказу, они знают, что с какого-то времени, это тоже очень интересный вопрос, с какого. Понятно, что в 19 веке это вот не было, сейчас это повседневно. Люди, будь то Армения, будь то Краснодарский край, это Чечня, неважно, идущие на свадьбу, они приносят с собой определенную денежную сумму, которая фиксируется в специальной тетрадочке. Ну, скажем, мистинские турки и вообще народы, которые говорят по-тюрски, называют эти тетрадки Дефтер. Вот дальше эти тетради хранятся дома у этого человека, у этого хозяина. И скажут, он женил одного, одного сына, второго сына, третьего сына. Вот эти вот Дефтер все у него лежат. Дальше этот человек, когда идет кому-то в гости на свадьбу, он выстраивает свою стратегию в соответствии с тем, что в тетрадочке у него есть. Условно говоря, если в прошлом году к нему на свадьбу простой человек, не будучи близким его родственником, приносил 200 рублей, то он обязан просто вернуть, по крайней мере, эту сумму. Но вообще хорошим тоном является, когда он понесет хотя бы 250-300. Другое дело, то, что мы работали в ситуации, когда инфляция была жуткая и все цифры там были сбиты. В этом году он получил 250, а в следующем он отнес 2500. Но это как бы российская специфика. И вот, понимаете, эти Дефтеры это великолепнейший этнографический источник. Именно по этим книжечкам мы можем выстроить детально социальные сети. То есть там все видно. Скажем, во времена, так сказать, нашего вот этого совместного с Виктором Воронковым проекта по мисхитинским туркам один мой аспирант, который находился в поле долгое время в станице Багаевской в Ростовской области среди мисхитинских турков, он, вот этот турок, он как поступал, он собрал эти Дефтеры, переписал себе все, а потом начал расспрашивать у этих людей, скажите, пожалуйста, а почему этот человек 250 рублей принес? А почему этот 3000? Ему все объясняли. Вот это ты знаешь, это наш двоюродный брат, а это значит там с такой-то стороны женская или там с какой-то еще боковой, когнатные, не знаю, какие-то там родственники. Дальше он другую, так сказать, операцию провел, спросил, скажите, пожалуйста, а вот эти вот люди, они к вашей деревне принадлежат? Или может быть это какие-то другие деревни? Ну, знаете, тут надо немножко, я думаю, о мисхитинских турках сказать, для того, чтобы пояснить ситуацию. Вот мисхитинские турки это люди, которые сформировались как культура, как общность в Южной Грузии. Сколько этот процесс занимал, сейчас трудно говорить и вообще ожесточенные споры на эту тему идут с разных этнографов между собой. Ну, скажем, есть такие, которые говорят, это настоящие грузины, которые просто в период турецкого владычества потеряли, значит, это грузинскую речь, они перешли в ислам и стали другими. Другие говорят, нет, это настоящие турки, которые, значит, испокон веков, вот смотрите в грузинской летописи Мокцевая карта, леса, и там упомянуты, бунтюрки, вот мы самые как раз и есть потомки этих бунтюрков. То есть, понимаете, как раз, вот как национализм вторгается в лавуку. Так вот, значит, в 44-м году Иосиф Визаревнович Сталин высылает всех мисхитинских турок в Центральную Азию. До сих пор эти люди, побывав уже в Центральную Азию, потом переселяются они на Северо-Западный Кавказ, дальше теперь они уже в Соединенные Штаты поехали. До сих пор они различают в своем составе группы, которые называют названием грузинских сел. То есть, скажем, почти нет такого, но встречается такое, но гораздо реже. Например, может человек сказать, я из Кувасайцев. То есть, Кувасай – это город в Узбекистане. Но, скорее всего, он скажет, я из Килдалии. То есть, это значит, из тех людей, предки которых, это уже третье поколение, понимаете, это деды, вышли из села Килдэ в Месхеджавахете. Вот деление на такие топонимические группы, оно осталось до сих пор. И оно играет большую роль. Помимо этого, у них есть патронимические группы, линейджи. То есть, они могут сказать, я Тодорабий, да, то есть, из потомков некого там Теодоры. И так далее. И вот, дальше Вова, тот аспирант, о котором я говорю, он попытался рассмотреть, а вот как-то эта сумма, и вообще, даже сам факт, кого пригласили на свадьбу, как-то она связана с тем, из каких деревень эти люди в Грузии, и из каких линейджи. И там выстроилась целая картина интересная. Потом мы начали сравнивать дифтеры из этого села и соседних сел. И мы можем сейчас составить точные линии, с помощью которых, так сказать, обменная операция осуществлялась между этими селами в Грузии и в Центральной Азии, понимаете, как там брачные стратегии выстраивались и так далее. То есть, это колоссальный по важности источник. А я заметил, что многие кавказоведы, этнографы воспринимают это так. Это какое-то танцное, это что-то не имеющее отношения к традиционной культуре и потом вообще стыдно об этом говорить, какие-то деньги, зачем это нужно, да, и вообще не обращают на это внимания. Это очень плохо. Очень напоминают свадебные книги те записи, которые ввели на северо-западном побережье в Америке индейцы, которых изучал Буац, Куак-уак-и-а-уа. То есть, они тоже, когда устраивали свои потлачи, они не просто раздавали сокровища, там, одеяла элементные пластины, они тщательно все фиксировали в тетрадочке. Они уже были образованные люди, они уже прошли миссионерские школы. То есть, вот такая штука. Вот один из источников, который, мне кажется, недооценен. И еще один интересный источник. Раньше, когда не было видеотехники, да, единственным, значит, источником информации были беседы, да, но теперь мы можем приехать в деревню и попросить у людей, а дайте-ка нам посмотреть ваши свадебные кассеты. У каждого в доме обязательно хранится несколько свадебных кассет. Видеозапись. Чаще всего в деревне есть один профессиональный, в кавычках, профессиональный оператор, которого вызывают, который за деньги, значит, все снимает. И вот, понимаете, если мы... Об этом писала, кстати говоря, Гаэна Шагаен. То есть, про этот случай нельзя сказать, что его полностью игнорируют, но, по крайней мере, один исследователь очень серьезный вопрос к его изучению. Так вот, если сравнить эти свадебные записи с тем, что фиксируем мы, этнограф, на видео, ну, скажем, там, цифры, на видео, то мы увидим, что это очень разные образы культуры. То есть, этнографу интересно то, чему его научил народы Кавказа, там, два, понимаете? То есть, ему интересно, а как же этот ритуал происходит? Ага, вот смотрите, здесь жертвоприношение, да? Дальше они перешли в ту комнату, дальше там еще чего-то сделали, вот машина едет из этой деревни в другую, и он все это записывает. Что интересно людям? Им нужны социальные сети, они просят, а что, ну, скажем, этого оператора, сними-ка, пожалуйста, дядю такого-то, и сними тетю такую-то, она приехала оттуда. И вот, когда мы включаем кассету, которую снимают сами нейтивс, да, наши информации, то мы видим, что это, как бы, групповой портрет, да, то есть, камера долго-долго держит, так сказать, наше внимание вот на лице этого человека, как он, как он это в стык говорит, дальше переехала на другое. И, может быть, каких-то ритуальных подробностей там мы не увидим. Это неинтересно людям, они живут в этом, они знают, как ритуал разыгрывается. А вот социальные сети им обязательно нужно зафиксировать, потому что они потом придут. Кто у тебя был на свобе? Уважаемые люди были, конечно, были, он поставит кассету и покажет. То есть, вот видите, это источники, которые до всякого включенного наблюдения уже нужно учитывать. То есть, это надо. Ну, а дальше, конечно, безусловно, надо ехать и долгое время жить не спрашивая. То есть, смотреть просто за тем, что там происходит. Но здесь, знаете, есть несколько моментов, которые, делают эту практику, если невозможной в наших условиях, то очень затруднительной. Первый момент, конечно, финансирование. То есть, мы прекрасно понимаем, что американскому антропологу, для того, чтобы он поехал в поле, и даже свой диплом, студент, просто студент магистрской программы, свой диплом выполнил, выделяется в фонд. Хоть и небольшой, выделяется университетом в фонд. И он имеет возможность поехать, и это считается уже обязательной практикой, побывать хотя бы шесть месяцев непрерывно среди того народа, который он изучает. Хотя бы шесть. Хотя самые хорошие книги получаются, я уже говорил, когда люди живут по 10 лет и более. У нас такой возможности нет. Конечно, никто не будет. мы пытались, пытались получать грантовые деньги, пытались организовать, но это тяжело, это очень тяжело. Вот. А вторая трудность все-таки, наверное, в том, что поменялась ситуация после распада СССР, то, о чем я уже говорил. То есть, те наши мирные информанты, которые могли с вами за столом беседовать на отвлеченной тене, говорить о своем прошлом, без особого волнения, уже исчезли. То есть, все равно, среднестатистический информант на Кавказе, ну, чтобы никого не обидеть, это человек, который заботится о том, чтобы показать, как велика, насколько древняя его культура, что все приоритеты в этом регионе принадлежат именно ей, а не их соседям и так далее. Это очень тяжело. Это очень тяжело. И недоверчивости гораздо больше сейчас чувствуется, чем, скажем, в 80-е годы. Один из наших ребят Антон Попов в 80-е годы и в начале 90-х мы ездили с ним по понтийским грекам. Дальше он, ну, в общем, он решил не у нас, верно, поступить, а в Великобритании. Его новым научным руководителем достаточно известный человек стал Пилкинтон, специалист по молодежной субкультуре в России. И вот, значит, что получилось. То есть после там учебы, после магистрской программы он приехал в поле опять в эти же самые села к нам, из Англии к нам, и он увидел, что это совсем другие люди. То есть уже очень тяжело с ними откровенно разговаривать. Появился коммерческий момент, чего раньше вообще не было. Понимаете? Скажем, если впервые я столкнулся с этим в 99-м году в Америке, вот как раз антропологом, о котором он упоминал, Дэниел Голк его зовут, тот самый ассировок, мы поехали с ним в индейскую резервацию Онайда в штате Висконсия. И вот, значит, нас там очень хорошо приняли по местным масштабам, понимаете? Сейчас вы увидите, в чем ирония. Вот. Сразу же пригласил один из старейших племени Онайда, Рей Корнелиус такой, очень грамотный человек, заходите ко мне домой. Вот. Я вам отмечу на все вопросы. Особенно обрадовался, что я из Польши. Я, конечно, сказал ему, что я из России, но для них абсолютно все равно Польша это или Россия. Вот. И мы пришли к нему в положенное время, у него было шикарное бунгало, такие, знаете, такой сруб, массивный, как хрестоматийный, хрестоматийная хижина Линкольна, да, которая как раз из тех мест, из Иллиной, из этого дома, который он сделал своими руками. Так вот, значит, он продержал нас, тогда было прохладно, это февраль, по-моему, было, продержал нас на свежем воздухе около трех часов у двери. Он ответил на все наши вопросы, но мы так и не зашли к нему домой. То есть, вот гостеприимство в их представлении. Он очень гостеприимный человек, он потратил, смотрите, внутри дня, да, но мы так и не зашли к нему. И мы слышали, как жена, например, там, готовила что-то, или там, может быть, кофе. Это, в общем, на кухне что-то происходило, и, конечно, нам никто ничего не предложил. На Кавказе такое невозможно было в 80-е годы. Первый мой визит, о котором я вам рассказал, он, в принципе, в основном за столом проходил, да, и только потом, на следующий день мы пошли, значит, к людям и спрашивали информацию. А вот сейчас, это и Антон Попов отмечает, и это видно, сейчас могут так же поступить с вами. То есть, совсем не обязательно, что вас пригласят и какой-нибудь лаваш прилонут и с вами разделят. Нет, совсем не обязательно. И насторожность чувствуется. И можно понять людей. Можно понять людей. Почему? Потому что этнографическое знание в начале 90-х годов активно использовалось в политических целях не только, скажем, честными способами, но и бесчестными. Мы говорили о месетинских турках, да, я думаю, что вы знаете суть их проблемы. Это вот люди, которые были фактически дважды депортированы, то есть, один раз в Грузии, один из Грузии в 44-х годах, дальше, после ферганских событий с Небрамиадой, они разъехались, вынужденно, да, разъехались по другим местам, в том числе попали на северо-западный Кавказ, больше всего в самых больших процентах. И вот дальше что происходит? Местные власти заняли непримиримую позицию, то есть, не прописывали их, а в нашей ситуации, если человек не имеет прописки, то он не имеет и много чего другого. Например, он не может зарегистрировать свой автомобиль, он не может послать ребенка в школу, он не может зарегистрировать факт рождения своего сына или дочери, не может претендовать на пенсию, в общем кошмар. И вот, значит, в эти годы этнографы и местные, и не только местные, активно в этом процессе участвовали. И выходили статьи, где, знаете, обвинялись местинских турки в том, что они, например, выращивают коноплю, или в том, что они, значит, скажем, да, хорошие, они сельскохозяйственные рабочие, но вот они, значит, используют ядовитые удобрения, потом вот наш кубанский колхозник 15 лет не сможет пользоваться землей. То есть, вот такие слухи распускались, я не знаю кем, просто фантазировались с умыслом, и этнографы не критически относились к ним и диражировали. Писали о том, что, скажем, да, действительно, турки-месхитинцы в силу своего менталитета, в силу отличий культурного характера, склонны к педофилии, понимаете, да, действительно, значит, статус женщины в их обществе очень низок, поэтому они склонны к насилию. Вот такие вещи были. И, конечно, после этого люди замкнутся. То есть, это еще одна из причин. У меня была редкая возможность понаблюдать за западным ученым, который здесь исследует нас с помощью включенного наблюдения. Кэтвин Томлинсон, британский антрополог, вот, как раз в качестве темы выбрала наших самых этих месхитинских турок, приехала в Краснодар, и, в общем, она даже у нас считалась там как стажировщицей, провела около двух лет, потом написала диссертацию, и я лицензировал ее в том числе. И вот мне повезло, я наблюдал и то, как она входила в поле, и то, как она выходила из него, все эти этапы были на моих глазах. Очень много поучительного интереса, очень много. Например, как, значит, она вела себя у людей, у которых ее поселили. Это был маленький хутор, такой заброшенный, но она так и хотела, где проживала. Всего лишь одна месхитинско-турецкая семья, но она потом через социальные связи она потихоньку-потихоньку обняла широкий круг информантов и работала и там, и там, и там. Но база у нее была в этом самом хуторе. Во-первых, ее восприняли как ребенка. То есть, Буаса восприняли как доктора, нас воспринимали как зурналистов, Кэтрину восприняли как ребенка. Ее поселили в детской комнате. Но она действительно низенького расточка. Да, она такая, конечно, выглядела как дочь, скорее, у этих людей. Она очень правильно выбрала стратегию. что у них на классах? Ничего вообще. То есть, никаких дневников, ничего. У нее была маленькая книжечка, которую она использовала только в одной ситуации. Она выходила в туалет, у них туалет был на улице, и там быстренько как шпион понимает, что фиксировала и потом возвращалась обратно. Вот это очень интересный ход. Таким образом, никакого подозрения она не вызывала у этих людей. Они, конечно, до конца не понимали, для чего она у них. Но, по крайней мере, никак. Никакие микрофоны, никакие там ручки, никакие тексты они не видели. Потом тоже интересный момент. Приезжает Кэтрин, ну, может быть, спустя три месяца своей полевой работы. Она весь цикл выдержала как полагается. Насколько ее посылали, она шесть месяцев побывала первый раз, потом вернулась еще проверила, уже когда работа была в Чернии написана, и там, может быть, еще три месяца побывала. То есть, все как так. Вот, значит, приезжает спустя первые, там, несколько месяцев в Кэтрин в Краснодар, и как она выглядит. На ней одежда, но это настоящая турчанка-месхитинка. Вот одна из фотографий, которая у нас есть, как раз показывает, как несколько, там, два наших студента берут интервью у турчанок-месхитина. Посмотрите, какие у них платки. В такой одежде приехала Кэтрин. Потом она привезла с собой челноки используют, такие клечатые сумки китайские. Я вообще думал, честно говоря, раньше, что это только в России такие сумки можно найти. Они турецкого производства, китайского производства, но думал, что-то только мы покупаем. Но потом в Нью-Йорке видели, понимаете, в Чайна-тауне громадное количество людей вот с такими точными. То есть, это, видимо, символ культуры Бартера, такого пени-капитализма и всех остальных измов. Так вот, приехала с такой сумкой. Кэтрин, а для чего она тебе? Меня послали продавать картошку. То есть, семья, в которой она жила, вот она вырастила картофель, Кэтрин помогала им. Дальше распределили, там, скажем, одна дочка поедет туда-то, Кэтрин поедет в Краснодар. Кэтрин берет сумку свою клечную с картошкой и продает. Потом выручку привозят и там они распределяют. Потом, значит, она доила коров, она точно так же работала в огороде, как они. То есть, в принципе, полностью овладела всей сферой экономической деятельности, которая характерна культуры. То есть, это правильно, это очень важно. Потому что, все равно, даже если мы включаемся, вот часто мы включаемся до такой степени, чтобы вместе с этими людьми зарабатывать на жизнь. Все равно у нас другие деньги, у нас есть нечто за спиной, там, квартира в Москве или где-то еще, а Кэтрин попыталась так сделать, как будто бы этого ничего не будет. Она выживала вместе с ними. Это очень правильно. И еще один момент. Она учила язык, вот смотрите, в этом отличие, еще раз хочу подчеркнуть, британцев от американцев. Она учила язык там. То есть, она приехала с турецким почти равным уровнем. Ну, русский язык, немножко у нее, чтобы изъясняться, было. Она выучила, в принципе, она выучила турецкий язык за это время. Ну, какой-то разговорный тот вариант, который в этой общине. Но дальше, когда я читал ее диссертацию, очень правильно по каноническим методикам написанную, я увидел следующий момент. И потом мы, Саша Росман, даже это дело обсуждали вдвоем. Как раз в плане методологии. Во-первых, некоторые вещи, если говорить о языке, некоторые вещи из русского языка попали в ее турецкий, и она не понимала, что здесь проходит разница. Ну, допустим, у нее словарики там в кольце было. Я сейчас точно, может быть, может быть, ошибаюсь, но по-моему, это та фраза. «Черт побери». И она переводит на английский язык. «Черт побери». То есть, ясно, что эту фразу они не употребляют в обычной турецкой речи. В турецкой речи, конечно, много русских слов, но, скорее всего, это в другой ситуации было ей сказано. Скорее всего, это было, ну, в русской среде очень тяжело провести вот эту драму. И еще один момент, который посерьезнее уже. Она кое-что не заметила в их социальной организации. То, что мы с Сашей знали, но мы знали из-за чего? Из-за того, что мы много раз посещали их, работали с вопросниками, то есть классически подходили так, как учат народы Кавказа ТОН-2. Понимаете? В частности, вот я вам рассказывал уже о том, что у турок-месхитинцев есть деление на вот эти вот группы по названию грузинских деревень, да, в 1944 году, в которых их прапрепредки, получается, жили. И что у них есть линейджи. Вот линейджи она вообще не видела. То есть, у нее есть, она пишет о этих деревенских группах, о Килдарби, допустим, да, но про линейджи словом не обманывалось. То есть, такое впечатление, что она просто не заметила, что она существует. Отсюда вопрос, почему, да, скорее всего, скорее всего, все-таки тот срок, который стал стандартным, там, шесть месяцев или год, он недостаточен для того, чтобы все-таки все эти нюансы культуры увидеть, не прибегая к использованию других источников. Вот почему я говорю, что наиболее талантливые книжки все-таки написаны людьми, которые по 16 лет проживают в поле. Другое дело, что таких людей будет всегда единица. Ну и книг всегда талантливых, мало. Вот такая история про правки ученых людей. Теперь давайте поговорим о серьезной очень проблеме, которая связана немножко с изменениями, пришедшими в наши края в 90-е годы, с национализмом, с проникновением национализма, о постколониальном дискуссии. Вот это еще одна тема, которая, мне кажется, нашими этнографами недооценена до сих пор. Ну, определенная история там предшествует. Скажем, если мы возвращаемся на северо-западный Кавказ, то вот те этнографы 20-х годов, о которых я говорил, с которых все начиналось, они не боялись писать о колониальной политике русского церкви. Скажем, самый крупный исследователь того времени был такой Покровский, но он, может быть, больше историй, чем этнограф, но этнографические исследования у него тоже, конечно, были, и, конечно, у него разные типа источников были. Лейтмотив его работ колониальная политика царизма. То есть, что, как, очень плохо относились русские к адыгам, что царизм с ними совершил и так далее, и так далее, и так далее. Это все пропадает из научной литературы, исчезает эта тема полностью после, конечно, 1937-1938 года. Ни о каком колониализме уже говорить на сегодня. Если мы посмотрим даже такой вопрос, который, в принципе, не имеет отношения к этнографии, а как Советский Союз признает он или не признает, скажем, такое определение, такое определение этнической группы, да, которая дает, например, Конвенция о коренных и малочисленных народах. Да? Один из пунктов этого определения гласит о том, что это такие группы, которые, понятное дело, что малочисленные, да, мы согласны с этим. По закону, который в Российской Федерации действует, даже, значит, есть ценз численности, 50 тысяч, то есть, если менее 50, значит, это уже малочисленные народы, если 51, это уже не малочисленные. Об этом Соколовский постоянно пишет. Так вот, Советский Союз очень интересно относится к этому. В 20-е годы, ну, тогда еще эта проблематика не ставилась, да, ученые об этом писали, очень много было сочинений, резко критикующих 19-й век, вот и по Кавказу, да, и, скажем, был такой, сейчас его окунь, его фамилия, историк русской Америки. И он, конечно, в пух и прах разбивал политику колониальных властей русских у индийцев, клинкитов или у алиутов. То есть, он назвал все своими вещами, вернее, все вещи своими мирами назвал. Все меняется в 30-е годы и дальше Советский Союз вообще не признает эту конвенцию очень долго. И таких стран всего несколько, которые упирались в 60-е, в 70-е, в 80-е, вплоть до 90-х годов. Это Советский Союз, но дальше Россия, это Китайская Народная Республика, это Индия. То есть, это все три страны, у которых с национализмом не все так просто. Я бы так сказал, чтобы подробно не говорить. И вот, что мы имеем сейчас. Мы живем в едином мире и наши информанты, они, конечно, уже совсем не такие, какими они были в 20-е, да и даже в 80-е, когда я впервые с ними встретился. И они прекрасно знают газеты, они читают газеты, они тоже смотрят в интернет и они знают, как ведут себя другие народы, которые прошли вот эту вот самую колониальную фазу. И скажем, адыги-шапсуги в Краснодарском крае что делают? Одна из акций, к которой они прибегают, они сбивают нос памятнику Лазарева, который стоит прямо на станции Лазаревская, когда едешь в Сочи, ты обязательно проезжаешь ту станцию. И вот, значит, лет 10 скандальная ситуация. Что делать? То есть, приклеят нос, они опять сбивают, приклеят, они опять сбивают, потом этого Лазарева вроде бы убрали по требованиям шапсугов, потом еще чего-то. Ну, тут, наверное, ничего сложного нет в том, чтобы, скажем, провести аналогию этой ситуации с тем, что делают индейцы по его в штате Аризона, когда, например, своему местному конкистадору онъяты, памятнику я имею в виду, отрезают ноги, понимаете, и так далее. То есть, вот это современный мир. То есть, это есть, это никуда не денется. Как к этому относиться? Чаще всего мы либо не замечаем, либо раздражаемся по этому поводу. Мне кажется, это неправильно. То есть, мне кажется, надо иметь в виду. Тем более, что наши информанты не слышат от нас, чтобы мы, ну, скажем, как раньше мы дали правильную оценку событиям такого-то, такого-то периода. Мы ее еще не дали этой правильной оценке. Отшучусь анекдотом, чтобы перейти, так сказать, на другую тему. Как-то маршала Саленса спросили, а что такое постмодернизм вообще? А что такое вот этнография современного нашего уровня? Он говорит, а вот смотрите, вот, значит, приезжает этнограф, антрополог к этим самым поэбла, да, и включает диктофон, начинает спрашивать. Вот он один час спрашивает, и второй раз спрашивает, второй час спрашивает. Все вопросы он уже спросил, исчерпал, выключил. Теперь индейец поэбла, разворачивает диктофон в аппаратном направлении, нажимает и говорит, ну, теперь давай я спрашиваю. Вот этнография конца 90-х и начала 2000-х, даже на северо-западном Кавказе уже такая. То есть эти люди теперь уже готовы нас спросить. Я как-то задумался, сколько умных, красивых теорий выведено в поле. Ведь для классической антропологии так должно быть. То есть человек поехал в поле, собрал материал, там пришла красивая идея, он написал Кула, и вот получилась книга Оргонавты. Вы знаете единицы? Скажем, если говорить об антропологии 20-х годов, вот то, с чего мы начинали, я бы сказал, что единственный Яковлев, тот человек, который вывел свою идею, фонемы, работая, ну, это как бы лингвистическая антропология, но все равно, работая с адыгами, работая со своими информантами непосредственно. Но он бедный, он ее не смог опубликовать, понимаете, из-за сталинчины, то то не нравилось, не нравилось, и Яковлев с ума сошел. В 60-е годы уже был человеком безумным совершенно. Вот это пример, когда могла родиться в полевых условиях красивая новая теория. А если мы посмотрим, как другие серьезные важные книги по Кавказу писались, люди приносили в поле уже готовые идеи. Ну, например, вспоминайте теории, которые Касвей написал, это, в принципе, результат дискуссий марксистских антропологов в начале 20-х годов. То есть, вот эти вот все разговоры про Патронимию, про Матриархат, что они находили это в поле? Конечно, нет. Поле даже часто противоречило этому. А они пытались это все, да? И потом особенно интересно. Одно дело Касвейн, а другое дело, когда мы открываем книгу, скажем, современной какой-нибудь адыгской исследовательницы или какого-нибудь дагестанского антрополога и видим, что они не перестроились еще и продолжают писать про Патронимию, про Матриархат, про род, который якобы когда-то там чего-то был Матриархат, и понимаете? Вот интересно. То есть печально. То есть наоборот гораздо чаще получается, когда с готовой теорией приезжают в поле, а не там создаются. Вот так. Сейчас самые фантастические работы. Открываешь очередной томик абстрактов Американской антропологической ассоциации. Смотришь, какая проблематика у них. Проститутки в Праге, как проходят роды, в Сенегале, как заключенные существуют в тюрьмах в какой-то другой стране, как генерал такой-то в Ираке опираясь на племенные старичные выстраивают свою стратегию. То есть вот это правильно. Это как раз между прочим у нас вообще почти нет. То есть новых работ в Кавказоведении, которые бы отражали бы те сдвиги, которые сейчас происходят на наших глазах единицы, считанные. И даже те, которые выходят, я не скажу, что это идеальная работа. То есть это проблема, это, кстати, мы должны делать. Мы не делаем почему-то. Ну, космос какая-то существует. И отсюда интересный момент проистекает. Вот помните, когда я рассказал, что в Терезиане, поскольку находился в Терезиане народе Кавказа там два, да, мне мерещились экзотические типы, архитектуры, какие-то там экзотические формы социальной организации, которых у них никогда не было. Вот так точно и современных экспертов, например, почитаешь по Грузино-Абхазской войне, по Чеченской войне, по Армяно-Азербайджанскому конфликту и видишь там какие-то тухумы, какие-то тайпы, такое впечатление, как будто бы там так, как в 19 веке, скажем, Кавказоведы зафиксировали. Но я думаю, что социальная организация современного чеченского общества совсем другая. То есть там, может быть, тайпы и есть, но они, конечно, есть, но они совсем не такую роль играют, которую кажется, что играют этнографом привыкшим к классике. Продолжение следует...